Битва под Москвой 10 лет назад очень шумно, юбилей, а сейчас очень тихо. Об этом упомянул только канал «Звезда» в отдельной передаче, которую я случайно увидел и поразился, я бы даже сказал, был потрясен тем, что там было сказано. Ну сказано было случайно, я думаю, ненамеренно, вот именно это и хотели пропагандировать, но тенденция вполне понятна. Там было сказано, оставьте нам наши мифы, историки, не трогайте, не трогайте все это. Это легендарные личности, это легендарные события. Мы не хотим знать правду, вот что там было сказано. Ведущим передачи был известный, очень хороший актер Чабаков, его также репутация такая, что его считают патриотом, по крайней мере не чуждым русского вопроса. А вот эти слова были произнесены разными людьми в разных интерпретациях, но наиболее явно эти слова в каком-то музее, все это происходило, непонятно какой музей, но главное, что там в экспозиции любовно выставлены портреты Сталина с его цитатами, все кругом покрашено красной краской, как это принято у коммунистов. И слова соответствующие были сказаны дочкой маршала Конева. Маршал, естественно, за это не отвечает, а вот то, что его дочка теперь как душеприказчица выступает, не трогайте наши мифы, вот это прискорбно. И фильм содержит некие кусочки такие, которые знающий поймет, а не знающий не заметит. Ну там снова возвращаются к теме 28 панфиловцев, подвига у которого не было, были подвиги других людей при других обстоятельствах, близко территориально, но не в этом месте. И об этом мельком было сказано, но недоговоренность оставила, видимо, редактура просто ножницами отрезала. Ну действительно, вот есть такие мифологизированные события. Оставьте у нас, да нет, правда должна быть полностью вскрыта, кто герой, кто не герой. Ну как можно, да, звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно человеку, который попал в плен и служил там полицаем. Как это, это нормально или нет? Не трогайте наши мифы, мы будем все равно считать этого человека героем, мы забудем о реальной личности и будем рассказывать только о той, которую мы выдумали. Мы будем говорить про фразу, которая никогда не звучала, «Великая Россия, отступать некуда, позади Москва», политрока Клочкова, которую он не произносил. Не было такой фразы, она полностью выдумана, как и весь этот эпизод. Вот, все это расследование прошло, теперь я еще посмотрел, а почему, как пытаются отмазать вот тех фальсификаторов, которые все это придумали. А оказывается, после войны копали под Жукова, именно Жуков, маршал Жуков издал приказ о том, что наградить сразу всех 28 погибших посмертно. Да, списками никогда такие награды не присваивали. Ну, вот, маршал Жуков своим авторитетом продавил, но оказалось, ошибся. И теперь говорят, нет, ну это копали под Жукова, поэтому специально вот главная военная прокуратура выдумывала то, что есть, объявляла тем, что нет. Ну, факты остаются фактами. И придумавший все это, корреспондент красной звезды Кривицкий, фамилия его известна, и опрашивала его главная военная прокуратура. Потом он там недокументированно, якобы где-то оправдывался, что ему сказали либо на Колыму, либо ты сейчас скажешь, что ты там никогда не был. Он действительно там никогда не был. Он не выезжал из Москвы, он написал этот сначала один, потом второй, третий репортаж, где уже в третьем случае уже и фамилии были. По мотивам, которые ему пересказал еще один корреспондент, тоже его фамилия известна. Известно, где он это все, при штабе армии находясь, не выезжая на место. Что-то там ему рассказали, он ошибся и все это придумал, выдумал, не стал проверять. А когда доделал, дошло, да, может быть специально стали копать под Жукова, это была его ошибка, грубейшая ошибка. Нельзя такие награждения высшим орденом и высшее прославление делать таким мифологическим путем, взять и целый список. Кто там что, когда кого-то там убили, он еще и рта не успел открыть, а кто-то действительно танк подбил. Ну, все конкретно, подвиг конкретен. А когда стали разбираться, так все, все вранье. И политрук Кулачков был убит осколком мины. До вообще всего этого эпизода, когда Панфиловскую дивизию с двух сторон прессовали немецкие танки. Были эти танки, было 18 подбитых танков. Только не в полосе вот этих 28 человек, и не было такого подразделения никогда. Ну, там действительно 18 танков были подбиты, но только это на дивизию. И дивизия перестала существовать под этим давлением. И командующий дивизией генерал Панфилов тоже погиб в этих боях. Конечно, это беспримерный подвиг. Вот там, да, действительно уперлись, оказали сопротивление. Но на всю дивизию 18 танков, а не на 28 панфиловцев. А именно в этом месте был разрыв наступлений. И поэтому, когда там изыскательские работы были проведены, там не нашли никаких ни сгоревших танков, ни трупов, ничего нет. И по отчетам, которые, знаете, очень хорошо, несмотря на то, что нам кажется, что плохо у нас поставлено дело учета и контроля, но все документировали. И поэтому все спрятано. Поэтому все спрятано в архивах, чтобы, не дай бог, кто-то истинное лицо некоторых генералов и так далее. Сейчас вот там читаю книжку мемуарную. И там называется вот такой-то генерал там с дамами легкого поведения. Развлекался все время, как его дивизия там гибла, шла в атаку и вся полегла. И неоднократно, как бы, целиком заменялся ее состав. А этот вот развлекался, долго, правда, не прожил. И, знаете, есть такие интересные командиры. То есть вот когда-то, непонятно за что, получил генеральское звание генерал-майор. А потом в течение войны его три раза снимали с должности командира дивизии. И не посылали куда-нибудь там с понижением, не понижали в звании. А потом снова назначали командиром дивизии. Но пока в конце войны он, как все, не отличился. Получил кучу орденов со славой и скончался в 50-м году. А есть как раз из вот этого произведения, которое я читаю, там другой. Кто-то развлекался с бабами на топленном блиндаже, с водкой, с икоркой и так далее. А кто-то впереди своих полков шел впереди и сгорел в танке. Другой генерал там приводит пример. И вот этот отбор происходил. И здесь я как раз думаю, что понимание того, что происходило на войне, связано с тем, что мы имеем теперь. Отбор проходил. Отбор проходил. Негодяи всплывали и сохраняли себе жизнь, воспроизводили себе подобных. Ну хватило еще на поколение, дальше все развалилось. Все, развал государства идет, потому что во главе государства самые тупые и самые подлые. Как на войне, самые достойные шли вперед и погибали, самые подлые прятались в тылу, получали все награды и почести и рассказывали небылицы о войне. Как и сейчас продолжают рассказывать. Мемуарная литература маршальская, невозможно читать. Кто пытался, я представляю себе его усилия. Или произведения окопной правды, они перегибают в другую сторону. Я думаю, с какими тупицами приходится иметь дело тем, кто пытается настоящую картину создать. Мало того, что закрыты архивы, еще и перед глазами болтает всякая нечисть, которая не может понять, о чем говорят. И я, как-то переживая эти тексты, которые я читаю, написал, что мне стало понятно, откуда вот это утверждение. Один к десяти, что мы завалили трупами. Я написал, я теперь понимаю, откуда это, и в кавычки беру, я понимаю, откуда это один к десяти завалили трупами и так далее. Дальше пишу конкретный пример, я специально посмотрел, оборона Ленинграда, несколько операций по цифрам потерь, один к четырем. То есть, это, понятно, лакированные цифры, отрезанные специально за определенный период, в определенном месте, чтобы не подключать все остальные цифры. Вот здесь, один к четырем. Я об этом пишу, и мне несколько человек, несколько человек пишут, кто-то в оскорбительном духе, кто-то говорит, предъявите доказательства. Они почему-то, вот прямо написано, я теперь понял, почему они это воспринимают так. Я согласен с тем, что один к десяти. Ну, я вижу, вот в этой мемуарной литературе, в окопной правде, там действительно один к десяти. Там действительно та картина, которую видят человек из окопа, это потери один к десяти. Ну, конечно, исключая, там, 44-й, 45-й год, а вот здесь один к десяти. Потери во всех этих безумных атаках, слой за слоем, там, проходит осень, проходит зима, весна, и постоянные атаки, и вот эти слои трупов нарастают, и нарастают, потом весна, это все зарастает травой, и все как будто это и не было. Пал смертью храбрых отправят, а как пал? Просто под пулеметы вывели и в мясо положили всех. Это так видится, я и написал, что я понял, почему. Человек, который сидит в окопе, он видит реально вот эти бессмысленные колоссальные потери. Он видит, как его товарищи косят из пулеметов, расстреливают из артиллерии, они гибнут на минах, на заграждениях и так далее. Он видит это, он понимает, что двое суток на передовой, и все, и тебя нет. Лейтенант, там, две недели максимум. Либо ты едешь трупом в тыл, либо гниешь на нейтральной полосе, либо ты ранен и едешь в тыл раненым, и тебя лечат, а потом ты снова выходишь туда же. Колоссальные потери, реально колоссальные потери. И никто не собирается разбираться, никто. Но вся вот эта коммунячья историческая генерация не собирается разбираться. Она не хочет знать, она хочет литавров. И как это, нашу победу осквернили. И те коммунисты, которые залезли сейчас в Кремль и превратились по виду в других, а по сути это те же самые, это вот те же, кто в блиндажах развлекался или там в тылу очень хорошо устраивался и крал из солдатского пайка. Вот это ровно такие же люди сейчас сидят в Кремле. Они тоже не собираются разбираться. Поэтому архивы закрыты, засекречены. Столько десятилетий уже прошло, эпоха уже прошла. Все равно засекречены. Конкретно вот засекречено личное дело моего деда, который погиб в 42-м году под Старым Осколом. И когда даже я пользуюсь, тот период, когда был депутатом в Госдуме, пользуюсь своими полномочиями, я там надавил. Мне все-таки, мне прислали выписки. Выписки из дела целиком нет. Да это оно же не такое уж и большое дело-то. Выписки, да, хорошие, показательные. Спасибо тем, кто это сделал. Но даже у них в личном деле нет причин гибели и места захоронения. Это я уже случайно обнаружил, когда мемориальная служба Министерства обороны стала оцифровывать базы данных. И тогда я случайно обнаружил, что с 80-го года на обелиске высечена фамилия моего деда вместе с фамилиями остальных погибших. Туда просто в 80-м году свезли, переместили, перенесли массовые групповые захоронения всюду из окрестностей. И сделали как бы единое захоронение. Но это значит, что в реестре было записано, кто погиб, в каком звании, какой год рождения. Фамилия и меотчество совпадают. Все, все совпадает. Это же работа. Это же работа. Каждый эпизод войны сделать его правдивое описание. Есть документы. Но только делать. Некому потому, что вот эти негодяи, которые там сидят, они же понимают, кто их социально близкие. Их социально близкие тыловые крысы. И поэтому оставьте нам наши мифы. Это теплое единство коммунистов с антикоммунистами. Которой суть есть одно. Русофобы. Они не хотят правды. Вот единственное, что нас держит в истории, это правда о самих себе. Есть наши грехи, которые мы должны замаливать. И есть подвиги, которыми мы должны гордиться. Ну, желательно, не своими личными, а гордиться подвигами предков, соотечественников и так далее. Как же не искупить тот грех перед миллионами забитых в землю людей просто так? Вот бессмысленно и беспощадно. Потери колоссальные. Разламывали просто. Раздалбывали артиллерии, расстреливали из танков, наматывали на гусеницы. И так далее. Люди держались и стояли. Вечная слава, вечная память. Но проклятие наши фальсификаторам, которые делают из негероев героев. И которые забывают настоящих героев. И которые забывали тогда наградить и награждали непонятно кого. И выходили никогда не нюхавшие пороху из войны. Люди все в орденах. И потом прославлялись как ветераны. А те, кто непосредственно вот там в траншеях сидел и видел гибель товарищей. И непонятно просто чудом каким-то выжил. Может быть для того и выжил, чтобы поведать нам, что на самом деле там творилось и было. Как же нам просто бросить и предать этих людей? Вот эти миллионы, которые легли в землю по вине других, которых мы знаем. Вот это расслоение на два человечества произошло. Мы же сейчас это чувствуем. Вот последние события не только в нашей стране. Мы же видим деление на два человечества. И мы понимаем, что наша история, наше государство держится на одних, а другие делали все только, чтобы использовать то и другое. И нас хотят тоже как мясо использовать сейчас. Как использовали во время войны. Там, где были вот эти негодяи и подонки, там был один к десяти. Там потери были один к десяти. Потому что усатый мясник из Кремля говорил наступать, наступать, наступать. И они говорили, да, выполняем, все в армии положено это выполнять. Наступать. Они не думали как. Сказали наступать, мы наступаем. Наступаем как можем. В лоб на пулеметы. Без артподготовки, без разведки. Просто тупо. И такие ужасные картины читаешь. Вот Николай Никулин, или это документальное его свидетельство. То, что он видел, он помнил, он записал. Или Виктор Астафьев, который тоже видел, помнил, но записал в художественной форме. Или в более мягкой форме, там, Симонов, Шолохов. И здесь вот Николай Никулин, он известный искусствовед после войны, ну, он пишет, да, это враньё. То есть даже то, что нас впечатляет, изумляет, возбуждает наши переживания, даже это называется настоящим фронтовиком, враньём. Приукрашенным, даже как бы пропагандистски избыточным. То, что мне лично по душе. То есть есть правда, которая настолько жестока, что её трудно переварить даже тому, кто готов к этой правде. Рано или поздно придётся разбираться в истории нашего Отечества. Она не написана. Она не написана, потому что по-настоящему научные методики появились в 20 веке. Но 20 век у нас связан с господством коммунистической идеологии. И там, конечно, историография, историология, история нашего Отечества была чудовищным образом искажена. Теперь пришло время, когда вроде бы можно было бы открыть архивы, дать государственные задания, поставить задачи. Никто этого делать не собирается, потому что сейчас у власти продолжатели дела большевиков. И в оппозиции, где могли бы быть независимые исследователи, очень мало реально историков, которые работают над историей Великой Отечественной войны, или на историей революции, или над предшествующими периодами, которые тоже описаны достаточно плохо и концептуально не спаяны и не сплочены. Мы историю не написали, она у нас уже заканчивается. Может быть, поэтому и заканчивается, что мы не хотим, не желаем иметь свои истории. Нам вот в миску пожирнее чего-нибудь положите, неважно чего. Нам важны вот эти первичные потребности животного, чтобы были удовлетворены. Все остальное – это дело второстепенное. Если так, то мы уже не народ, и никакой истории мы недостойны, и историю за нас напишут какие-то отдаленные наши потомки, или вообще даже не наши потомки, которые будут разбираться, чем же все-таки был в истории русский народ. А сейчас историки этим абсолютно не озабочены. Я уже не говорю, власти должны быть озабочены. Не озабочены. Система образования не озабочена. Абсолютно это не интересно никому. Все превращено в коммерческие институты. Вот эту тенденцию надо сломать. Как ее сломать? Первичный вопрос о власти. Без русской власти ничего не будет. Не будет у нас никакой истории, никакой исторической правды. Будет вот это пропагандистское вранье. Будет вот это «оставьте нам наши мифы, наши легенды, нашего любимого Сталина». Это враждебность русскому народу. Вот таким образом проявленная. И к этой враждебности причастны многие те, кто считает себя русскими. Да какие же вы русские? Если вы склонны к бесконечной лжи, если вы как политический выбор утверждаете ложь, вы хотите, чтобы лгали и вам, и всем окружающим, и вашим потомкам, и чтобы никто никогда не знал истины. Вот это самое страшное, и, конечно, это надо преодолевать. Прежде всего, в самом себе не упиваться мифологией, не быть патриотом через букву «ё», а быть по-настоящему русским человеком, взыскующим истины, правды, правды Божьей и правды исторической. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!